Готовность терминала международных авиалиний 65%. Объект сдадут в первом квартале 2025 года. Завершить строительство планировалось раньше, но сначала помешала пандемия коронавируса, после 2022 года санкции. Разморозить стройку помогли средства ВПРФ. В создание нового аэровокзала вложено более 6 миллиардов рублей. Половина из них средства госкорпорации. Я, честно говоря, не ожидал такой готовности. Когда вы думаете запуск? Планируем запуск в первом квартале 2025 года. На объекте трудится российский подрядчик. Он сменил турецкую компанию. Возведен корпус, ведутся отделочные работы, монтируются инженерные системы. В скором времени ожидаются поставки лифтов, эскалаторов и телетрапов. А в советское время, когда здесь хаб был исторический, сколько здесь максимально было пассажиров? Максимально было 36 миллионов пассажиров в конце. Ну, это были внутренние, в основном, пассажиры. Ну, естественно, да. И в прошлом году мы превысили, в принципе, в новейшей истории аэропорта, был лучший результат за всю российскую историю, 2 миллиона 264 тысячи пассажиров. В фокусе внимания и транспорт наземный. Цвет выбрали горожане. Называются, ну, как вот, в итоге теперь мандаринки или апельсин. Делегация осмотрела новые газобусы, работают, соответственно, на газе, и электробусы, которые будут производить в Хабаровском крае на предприятиях дальневосточного автокластера. Его строительство начнется в мае. Эти демонстрационные модели закуплены для краевого центра и пригорода. Всего таких машин на дорогах уже 48. Общественный транспорт, собранный в нашем городе, будет выходить на маршруты по всему Дальнему Востоку. Мощности будущего предприятия исчисляются сотнями единиц. Дальневосточный регион порядка 600 машин. 600-700 машин в год. Делегация также посетила дальневосточную анимационную студию «Мечтолет». Сейчас аниматоры создают полнометражный мультфильм о Геннадии Невельском. На это мультипликаторы недавно выиграли грант от Фонда кино. Здесь же работает архитектурное бюро. Оно зарекомендовало себя по всей России. Архитектура – это вообще основа. Вы по-прежнему в бизнесе и имеете заказы. Делайте что-нибудь по мастер-плану. Набережную они делают. В Бурятии сейчас театр строят. Тоже они. Театр, музей, монтеро, в Сочи. Гостиница мы проектировали. Вот эта большущая, дорогая гостиница, которая нельзя... Это вы? Это у нас программа. Они на рынке. Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.